Библейский портал экзегет.ру представляет «Как Господь вел народ Израиля через пустыню, как Он его спасал». А 32-я песнь – яркое поэтическое произведение. В принципе, о том же, но совершенно по-другому. Вот люди разные. Кому-то нужно очень четко прописать нормы закона. Кому-то нужно цветисто и подробно объяснить, почему нужно исполнять закон. Моисея делает много раз разными способами. А кто-то поэзии внимает. «Слушай небо, что я скажу, земля да внимает моим словам. Польется учение мое, словно дождь, как роса, слова мои потекут, словно дождь проливной на траву, словно ливень на луг». Вот потом это будет у всех пророков «слушай небо, внимай земля», особенно хорошо мы знаем это у Исаии. Это способ говорить со своим народом, пророку, да? Одновременно он со всей вселенной говорит. Его слова – это как роса, как дождь, то, что на засушливом Ближнем Востоке абсолютно необходимо для жизни. «Имя Господа я призову. Славьте величие нашего Бога. Он скала, совершенные его дела, его пути, правосудие пути. Он Бог верный, чуждый лжи. Он праведен и справедлив. Они согрешили пред Ним. Они уже не дети Ему, позор им, негодное, дурное поколение. Как могли вы Господу так отплатить? О, тупой и неразумный народ! Ведь Он твой Отец и Создатель твой, и основатель твой, и Творец». И сразу опять ругаться. Вот еще ничего никто не сделал, а он уже ругается. А это он наперед написал. Он говорит, знаю я вас, вы будете всякое вытворять. Поэтому давайте я вам сейчас изложу эту песню, которая от Бога пришла, да? В 31-й предыдущей главе об этом говорил Моисей, потому что она станет свидетелем против вас. Вот смотрите, как он сразу прямо переходит к ругане, потому что прекрасно знает, с кем имеет дело. Но этим дело не ограничивается. «Вспомни древние дни, времена поколений, былых. Попроси, пусть расскажет Отец, пусть поведают старцы тебе». Когда Вышний народом владение раздавал, когда Он разделял человеческий род, народом на дело Он определил по числу Божьих суннов. Удел Господа Его народ. Ему Иаков принадлежит. Вот здесь очень странная мысль. Смотрите, народы на дело Он определил по числу Божьих сынов. То есть, получается, какие-то ангелы, какие-то Божьи сыны, которые для каждого народа есть. Вот есть такое представление, свой ангел-хранитель у каждого народа. А у народа Израиля сам Господь, ангел-хранитель, то есть не ангел. Его удел – это вот Иаков. Иаков или Израиль – это одно и то же имя человека, а потом народа. И это непростые слова. Вся история Израиля показывает, что это так. В пустыне нашел Он этот народ, среди воющей пустоты, в глуши. Он его защитил, заботился о нем, словно зеницу ока берег. Как орел, что гнездо стрижет, над птенцами своими парит, так и он крылья простер, подхватил свой народ и понес. В странствиях вел их Господь. Один, чужого Бога не было с ними. Речь идет про исход из Египта, где они, конечно, в пустыне, где, собственно, они уже как народ. Он дал им оседлать холмы этой земли и кормил их плодами ее полей. Из утеса медом он их питал, маслом олив из скалы, сливками коровьими, козьим молоком, жиром ягнят, баранов, башанского скота и козлов, и дарами пшеничных колосьев. И вино, кровь лозы, ты пил. Это уже, скорее всего, про их оседлую жизнь в Ханаане, потому что, конечно, здесь и география появляется. Башан — это область как раз на севере Святой Земли. Ну и, может быть, конечно, это пространство, пока они там еще не пришли, где-то вот на западном берегу Иордана. Но явно в Ханаане они могли это все тоже повторить. В результате что? «Растал стел Ешурун истроптивым стал, располнял, ожирел-то и стал упрям». Ешурун — одно из имен, которые используются для Израиля очень редко. Ну, что-то вроде «любимчик». Да, вот по отношению к Богу он любимчик. И слишком хорошо кушал. Почтил сам себя в результате вместо Бога. «Они отвергли Бога, Творца своего, презрели спасительную скалу. Бога в ярость приводят чужими богами, мерзистыми раздражают его. Демонам не Богу приносят жертвы. Богам, которых они не знали, новым, соседским, пришлым, о них и не ведали наши отцы. А скалу, что тебя родила, ты забыл Бога, что произвел тебя на свет». Ну, вот впадение в язычество, что потом будет происходить с Израилем периодически, здесь уже предсказано. «С омерзением увидел Господь, как сыновья и дочери оскорбляют его, и сказал, «Отвернусь-ка я от них, посмотрю, что случится с ними». «Они испорченное поколение, дети, забывшие долг. Лже богом они привели меня в ярость, раздражают идолами своими. Пошлю народ, который не назвать народом, пусть пробудет в них зависть, пусть тупой народ раздражает их». То есть, какой-то другой народ, нападающий на них, он даже не народ, это какая-то вот толпа, сброд какой-то, должен в них возбудить эту память о том, что они народ, причем народ именно Божий. «От гнева моего разгорелся огонь, до глубин Шиола сжигает он все, пожирает он землю с плодами, ее основание гор сжигает. Я пошлю на них беды, одну за другой, выпущу в них все стрелы мои, они будут голодом истощены, измождены болезнью, лютым мором. Зубы зверей, змеиный яд, вот что я уготовал для них. Тех, кто на улице меч сразит, тех, кто дома остался, сразит ужас. Погибнут юноши и девы, и младенцы, и старики. Я решил было их истребить, стереть у людей даже память о них. Да боюсь, меня станут царамить их враги. Все извратят, скажут, мы победили, а Господь, Он тут ни при чем. Ведь они народ, лишенный ума, они ничего не в силах понять». Ну вот здесь как раз те самые угрозы, которые в проклятиях упомянуты, то есть что будут враги, завоеватели, и что, собственно говоря, останавливает Бога от конечного уничтожения, чтобы другой народ не поглумился. То есть вот как ни странно, казалось бы, он любит израильтян, и об этом Моисей говорил. Но здесь может быть такой риторический ход. То есть да я бы вас вообще в порошок, старого, не хочу, чтобы другие народы подумали, что это их заслуга, что это им удалось. «А будь поумнее прозрели бы, догадались бы, что их ждет. Как же один тысячу прогнал? Как же двое войска обратили в бегство? Значит, их выдала скала, а сам Господь их отдал врагам». То есть пусть они не хвалятся своими воинскими подвигами, все-таки это я с вами сделал, а не их удаль. Нет, скала их не то, что наша скала. Участь наших врагов решена. А скала здесь, конечно, образ защиты, крепости, вот той силы, которая принадлежит, которая защищает определенный народ. И вот их скала – это не то же, что Бог. «Их лоза – порождение садомской лозы, винограда садов Гаморры. Ягоды их, яда полны, гроздья и горьки. Их вино, что яд змеи, страшный яд гадюк». Так что этот народ еще хуже, чем Израиль, но он инструмент для наказания Израиля. «Вот что припасено у меня, припрятано в моих кладовых, мои отмщения и воздаяния в час, когда они пошатнутся. Близок день гибели их, судьба им навстречу спешит. Господь заступится за свой народ, пожалеет своих рабов, когда увидит, что сил у них нет, от мала до велика никого не осталось». Вот, опять-таки, Моисей об этом говорил прозой, здесь он песнь приводит, то есть Господь в какой-то момент вступится за свой народ. Он скажет тогда, «Где же боги их? Где скала, на которую уповали они?» Это обращено к язычникам, то есть вот эти языческие боги. «Где те, что вкушали жир ваших жертв и пили вино возлияния? Пусть они теперь и спасают вас, пусть они вас и защитят». Это, конечно, риторическое обращение к израильтянам. «Вы пошли к другим богам, вы поклонялись им». «Ну что, они помогли вам? Может, помогут еще?» «Смотрите же, это я, я. Рядом со мной никаких богов. Я убиваю и жизнь даю. Я нанес удар, и я исцелю. От меня не спасет никто. К небу руку воздев, жизнь вечной моей клянусь. Когда меч свой молнию я наточу, и рука моя станет вершить суд, тогда отомщу я врагам, недругам отплачу. Будут пьяные от крови стрелы мои. Будет мой меч пожирать плоть, кровь убитых и плененных, головы вражьих вождей». Вот то же самое, что было прозой в предыдущей главе, но гораздо более цветисто. Народ отпадает от Бога, обращается к языческим богам, к идолам, и Господь их отдает в руки врагов. А дальше посмотрим, идолы помогут или нет. Не помогли, значит, я помогу. Но вы обратите внимание, кто это делает. Народы. Прославьте его народ. За кровь рабов своих отомстит Господь. Он отплатит своим врагам, очистит землю народа своего. Вот мы видим, что в конечном итоге Господь свой народ спасает, и это вновь и вновь становится свидетельством для всех народов земли, что он именно с Израилем, и история Израиля, это, собственно, один из способов провозгласить истину о едином Боге. Моисей, придя, возгласил народу эту песнь вместе с Иисусом Новином. Возвести все это народу Израиля, Моисей сказал, запомните все то, что я говорю вам ныне, свидетельствуя против вас. Заповедуйте своим детям строго соблюдать и исполнять этот закон. Это не пустые слова, в них сама ваша жизнь. Благодаря им, долго будет ваша жизнь в стране за Иорданом, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Ну, это уже повтор, а вот про конец жизни Моисея. Моисей же не может у нас войти, это Господом ему сказано, ты не войдешь в эту самую ханаанскую землю, но посмотреть-то хочется. В тот день Господь сказал Моисею, взойди на горы Аварим, на гору Нево, что в Муаве напротив Иерихона, и окинь с грядом Ханаан, страну, которую отдаю владение сынам Моисеевым. Ты взойдешь на эту гору и умрешь, там отойдешь к предкам. Так умер, отошел к предкам твой брат Аарон на горе Ор. Ну, об этом, конечно, мы читали в числах. Так суждено вам за то, что источник Эмареват Кадеш, пустыне Цин, вы согрешили предо мной среди народа Израилева, не показали Израилю святость мою. Ну, тут упрек, связанный с одним из эпизодов такого мятежа против Бога, когда Моисей, собственно говоря, кажется, усомнился. Да, вот, может быть, на очень короткое время. Ты увидишь страну, в которую я отдаю сынам Израилевым, но не войдешь в нее. Вот уже все, казалось бы, на этом можно заканчивать книгу «И жизнь Моисея». И вдруг появляется 32 глава. Моисей вот всю книгу говорил от имени Бога. Вот он сейчас скоро уже умирает, но от себя он что-нибудь скажет израильтянам? Скажет и довольно много в 33 главе. Субтитры создавал DimaTorzok